Подозреваемого задержали оперативники регионального управления уголовного розыска на очередной съемной квартире, где он проживал с другой жительницей Волгограда. С ней он также познакомился в социальных сетях. Выяснилось, что задержанный был судим за совершение более 20 эпизодов мошенничества в Нижегородской области. Представляясь то сотрудником ФСБ, то под другими предлогами, он за деньги обещал решить любые вопросы, обманывая таким образом граждан. Суммы, которые он просил за свои услуги, варьировались от 5 до 300 тысяч рублей. Оперуполномоченные установили, что молодой человек нигде не работал, а после освобождения из места лишения свободы проживал в Волгограде. Задержанный сознался в совершении преступления и свою вину уже признал. Возбуждено уголовное дело. У оперативников также есть основания предполагать, что это не единичный случай мошенничества на территории Волгоградской области и разыскивать других потерпевших. 16 февраля я приехала на мойку мыть машину. Этот молодой человек сказал, что он хозяин этой мойки. Он сказал, что вы какой национальности, но я сказала свою национальность. Он сказал, что так как мы одной национальности с вами, вы будете теперь мыть бесплатно у меня в мойке. Он пришел ко мне на работу, убедился, что у меня свой бизнес и стал каждый день ходить ко мне на работу. Просто сидел с утра до вечера. Потом он сказал, что ему не нравятся мои нехорошие номера, ему не понравились мои номера машины, что машинные номера надо поменять. А потом ему не понравилось, он сказал, что машина не люкс, надо поменять машину на люкс, что машина нехорошая. И все. И мы поехали с ним, сняли с учета машину. Но я не знала до этого времени, что я машину снимаю для того, чтобы он ее продавал. Я думала, что для того, чтобы поставить хорошие номера на машину. Везет меня в салон, показывает «Лексус», что его жена не должна кататься на такой машине, а должна кататься только на «Лексусе». И все. И в этот же день он берет человека. И мою машину, они договариваются без меня, забирают мой паспорт. И потом я уже узнаю, что под этим числом моя машина уже была продана. Я думаю, что я не одна такая. Отзовитесь, кто от него пострадал. Потому что этого человека, я считаю, надо наказать. Спасибо. Продолжение следует...